Собрали еще группу вопросов, поэтому продолжаем рубрику ответов на вопросы касаемо нюансов пребывания в Турции и нюансов оформления ВНЖ. Предыдущее видео можете посмотреть вот здесь. Если в этом видео вдруг не найдете ответ на свой вопрос, то, вероятно, он в одном из предыдущих видео, а может быть в последующем. Все ответы основаны на официальных ресурсах различных управлений Турции в соответствующей области. Мы скрупулезно выискиваем ответы на ваши вопросы, чтобы не быть голословными. Вы на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали. Сколько я могу находиться на территории Турции легально, если я гражданин России? Граждане России могут находиться в Турции 60 дней беспрерывно и плюс 30 дней при пересечении ближайшей границы. То есть делать виза рану. Выехать из Турции в ближайшую страну и сразу же въехать обратно. И эти вот 90 дней, которые в сумме получаются, положены вам в течение полугода. То есть за полгода вы можете находиться в Турции 90 дней. За следующие полгода опять 90 дней. Но здесь, как всегда, есть одно НО. Учтите, если вам пришло в голову в течение этих 60 дней пересечь границу, чтобы типа так на будущее приплюсовать 30 дней, то так это не работает. Последний день этих 60 дней вам нужно выехать и въехать. Тогда только упадут 30 дней. А если вот до этого срока ты выехал и въехал? 30 дней не падают. Вы просто въезжаете и используете дальше свои непрерывные дни. Вот так. Так, следующий вопрос. Как считаются безвизовые дни, если несколько раз заезжать в Турцию и выезжать из нее? Считаются все дни. То есть день прибытия, плюс день отъезда и плюс дни, которые вы фактически находитесь на территории Турции. Все это плюсуется на протяжении 180 дней. И получается тот срок, в котором вы находитесь. Всего у вас 60 дней беспрерывно, плюс 30 дней при пересечении границ добра. И следующий вопрос. Если я за 180 дней не использовала все свои безвизовые дни, то переходят ли они на следующий новый период? Нет. При наступлении новых 180 дней неиспользованные безвизовые дни с прошлого периода сгорают и начинается отсчет новых. А то так можно было накопить, накопить, накопить целый год, да? На 10 лет. И жить потом. Да, я вот типа за 30 лет ни разу не въезжал в Турцию. То за все 30 лет мне сплюсуете по 90 дней. Ладно 90, пускай по 60, я же не пересекалась. Ну да. Так, следующий вопрос. Если я подал на ВНЖ, могу ли я выезжать из страны, пока ожидаю решения? Да, вы можете выезжать и въезжать в страну сколько угодно раз. При условии, что каждый раз будете возвращаться в страну в течение 15 дней. Еще вопрос, связанный с выездом. Если я подала на ВНЖ и хочу выехать из страны, какие документы мне нужны для этого? Когда вы подали заявку на ВНЖ, нужно дождаться даты рандеву. После прохождения рандеву на сайте заполнения анкеты появляется документ о сдаче документов в миграционное управление. Его нужно распечатать и утвердить в этом миграционном управлении. А также распечатать копию квитанции об уплате пошлины. Эти документы предоставляют вам право многократного выезда, въезда, при условии, что каждый раз вы будете возвращаться в течение 15 дней. Следующее. Если я уеду из Турции в процессе оценки моего вида на жительство и не успею вернуться через 15 дней, что может быть в этом случае? Если у вас не использованы ваши безвизовые дни, то никаких санкций на вас наложено не будет. Если же вы уехали и при этом безвизовые дни окончены, то во прошествии 15 дней ваша заявка будет аннулирована. При возвращении в Турцию следует подать новую заявку на ВНЖ в течение 10 дней. Так, могу ли я подать на ВНЖ в Турции, если мой паспорт заканчивается через 60 дней? Нет, паспорт должен иметь срок на 60 дней больше, чем вы запрашиваете срок ВНЖ. Например, вы хотите ВНЖ на 6 месяцев, значит паспорт должен быть годен минимум 8 месяцев. Такие правила. Что мне делать, если мой паспорт скоро заканчивается? В этом случае вам необходимо обратиться в консульство вашей страны в любом городе Турции. Записаться на прием на сайте консульства. Если в городе, в котором вы на данный момент проживаете, нет свободной записи, попробуйте воспользоваться консульством вашей страны в других городах Турции, где может быть меньший спрос на услуги консульства. А также даже это можно сделать, выехать из Турции в ближайшую другую страну, где есть консульство России, посмотреть, где есть запись в какой стране, ближайший, и там податься на продление. Может быть, даже это будет решение. Следующий вопрос. Сколько дней может рассматриваться моя заявка на ВНЖ в Турции? Максимальный срок 90 дней. В случае, если через 90 дней вы так и не получили решение, то в ваш адрес приходит смс-сообщение о продлении срока рассмотрения. Но обычно компетентные органы укладываются в 90 дней. Так, следующий вопрос. Могут ли мне одобрить выдачу ВНЖ быстрее, чем через 90 дней? Да, могут. Даже и за 10 дней. Все зависит от количества поданных заявок и загруженности миграционного управления. Вот нам, например, первичным нашим ВНЖ одобрили... Считай, одобрили нам вообще... Ну, в общем, у нас срок прошел от момента подачи всех документов, то есть рандеву, и получения карточек 11 дней. То есть одобрили нам еще раньше. Да. Поэтому, да, это возможно. Так, следующий вопрос. Нам одобрили ВНЖ и прошло уже 2 месяца, а мы так и не получили наши карточки ВНЖ. Что это значит? Это, кстати, про нас история. Да. То есть срок печати и получения карточек ВНЖ составляет до 90 дней. Если в этот период карточки вам так и не доставлены, необходимо позвонить по номеру 157, объяснить свою проблему и составить заявку, информирующую иммиграционное управление об отсутствии турецкого документа личности по прошествии 90 дней. Бывает, что проявляется просто человеческий фактор, и ваши карточки затерялись где-то вот в общей массе и не были отправлены в срок. В течение 14 дней вы получите свой пластик на руки. Мы таким образом прождали 90 дней, да? Мы не знали нигде, не могли найти ответ на этот вопрос. Это крайне редкая ситуация на самом деле. И мы позвонили в 157, и нам первый раз не очень хорошо русскоговорящий сотрудник сказал, что у вас закончились легальные дни. Мы такие, что? Какие легальные дни? Мы тут находимся, как бы у нас продление, у нас все уже одобрено. Какие еще легальные дни? Как бы, потом мы второй раз позвонили, и в итоге вот да, нам составили заявку. Оказалось, что они где-то там затерялись. Через две недели мы их получили. Следующий вопрос. Что делать, если я прошел рандеву, мою папку приняли, но прошло уже почти 90 дней. Система пишет, что процесс рассмотрения так и не начался. Для начала позвонить по номеру 157 и послушать, что вам ответят. Если сотрудники информационного центра не смогут вам дать никакого внятного ответа, то следует съездить в тот ГЕЧ, где вы проходили рандеву, и узнать уже проблему там. Бывают редкие случаи, когда ваша папка затерялась в общей массе, как это с карточками происходит, и так не была отправлена в Анкару для рассмотрения. Как только с вашей помощью они обнаружат свою ошибку, папка будет отправлена на рассмотрение, и процесс рассмотрения вашей заявки будет ускорен. Но игнорировать эту ситуацию не следует ждать, сидеть до посинения, уже 90 дней прошло, вы все ждете. Нужно что-то делать, предпринимайте какие-то действия. Так, если мне не одобрили ВНЖ, могу ли я подать заявку снова? Если на момент отказа вам ВНЖ у вас еще сохранились безвизовые дни, то вы можете подать заявку, использовав другую причину для ВНЖ. Если же безвизовые не закончились, то следующую заявку можно подать только через 6 месяцев. Мы, кстати, с Вовой тоже задавались этим же самым вопросом. Мне кажется, он возникает у каждого человека, про вот если не одобрят, что делать, да? И мы планировали, что если вдруг нам не одобрят, то выехать, например, в Таиланд, где легко получить нахождение безвизовый срок. Просто платишь деньги и сидишь там сколько хочешь. А потом вернуться обратно, потому что легализоваться в Таиланде невозможно, славянину. Ну, очень сложно. Ну, да, это прям невероятная какая-то ситуация. И там можно жить просто как мигрант, без легализации исключительно. И все, собственно. И мы планировали просто вернуться обратно через 6 месяцев. Поэтому, если вдруг у вас такая ситуация сложилась, то рассмотрите какую-нибудь недорогую страну. Например, в нашем случае это был Таиланд, потому что там все дешево. И, кстати, курс там сейчас очень выгодный по сравнению с чем было буквально не так давно по отношению к рублю. И, возможно, вернуться через полгода и уже подаваться. Можно рассматривать разные варианты. Да. Это не беда. Но я мечтал о Камбодже. Можно было бы и в Камбодже пожить, да. Ну, просто про Камбоджи лично я вот не знаю, как там продлевать свою визу. В Таиланде-то я знаю, например, как продлевается. А вот в Камбодже, ну, нарыли что-нибудь бы на сервере. А может быть, туда-сюда вот так вот можно было и поездить. Там дешево жить, там вообще какие-то проблемы. Что будет, если я не приеду на рандеву в Гетчу? Ну, ваша заявка не начнет рассматриваться. Если ваши безвизовые дни еще не закончились, то вы можете запросить новую дату рандеву. Если же безвизовых дней больше нет, то ваша заявка будет аннулирована. И вас будут рассматривать за нарушение срока легального пребывания. У тебя такой вкусный слипый вообще не могу. Угу. Итак, что делать, если я потерял свою карточку ВНЖ? Прежде всего нужно следить за своей карточкой ВНЖ. Но если потерял, то необходимо обратиться в полицию с заявлением о пропаже карточки, где полицейские поставят свою резолюцию. То есть на ваше заявление. Да, да. Затем с вот этим вот отчетом, новыми биометрическими фотами, адресной выпиской о прописке, необходимо идти в миграционное управление, где вы проходили рандеву, и составить заявление на восстановление карточки. После чего вас отправят оплатить новые сборы, которые будут составлять 160 лир за саму пластиковую карточку, и половину госпошлины, которые вы платили ранее. Вернуться с квитанциями в ГЕШ и после ожидать карточки в течение 90 дней. Следующий вопрос. Если я получила ВНЖ в Стамбуле и решила переехать в Анталию, действителен ли мой стамбульский ВНЖ? Или мне нужно что-то делать в этом случае? Если вы поменяли место проживания вне города, в котором имеете ВНЖ, то у вас есть 20 дней на подачу заявления на новое ВНЖ в другом городе. По сути, вы будете проходить весь процесс заново. Но отличие лишь в том, что с вас не будет взиматься госпошлина заново, так как ранее она была уже уплачена. Что мне делать, если я подал заявление на ВНЖ, а мои безвизовые дни закончились до даты получения рандеву? Ничего. Ждать даты рандеву. С момента подачи заявки на ВНЖ на территории Турции вы находитесь абсолютно легально. Поэтому просто жди. Так, следующий вопрос. Если мой ребенок родился на территории Турции, может ли он получить турецкое гражданство? Нет, не может. Легальным сроком нахождения новорожденного на территории Турции считаются 6 месяцев, начиная с даты его рождения, указанного свидетельствия о рождении, выданном турецким роддомом. В течение этого срока родителям следует получить паспорт на ребенка и подать заявление на ВНЖ для ребенка. Если я просрочил свои безвизовые дни на 5 дней, могу ли я ехать обратно в Турцию, если оплачу штраф в аэропорту? Да, сможете. Если просрочка составила до 10 дней, то вы оплачиваете штраф в аэропорту, выезжаете и в этот же день можете вернуться обратно. На границе вам дадут заполнить бумагу, в которой вы указываете, что обязуетесь подать заявление на ВНЖ в течение 10 дней. Если вы этого не сделаете, то при выезде к вам будут предъявлены санкции в виде штрафа и запрета на въезд на определенный период. Следующий вопрос. Если я подала заявление на ВНЖ, когда мои безвизовые дни окончены, будет ли рассмотрено мое заявление? Да, будет. Все онлайн заявки, поданные в течение 10 дней после окончания безвизового периода, рассмотрены будут. На сегодня все. Как только наберем следующее количество вопросов, мы обязательно запишем новое видео с этой рубрикой. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ответ на волнующий вас вопрос. А пока поставьте палец вверх, если видео оказалось полезным. Письма, вопросы, предложения пишите в комментариях и на почту. Адрес почты в описании под видео. А также в описании найдешь наш сайт, куда можешь всегда обратиться за помощью в поиске квартиры и покупке ее, а также в сопровождении оформления ВНЖ. Ведь желание, вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Всех обнили, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!